всем привет продолжаем изучать спринг и продолжаем изучать реактивный спиринг и сегодня поговорим о тестировании о том какие у нас есть инструменты для того чтобы протестировать наши реактивные платформы все же servlet stack и реактивность как мы выяснили имеет некие 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 серьезные отличия внутри хоть снаружи выглядит у нас очень очень похоже но внутри то у нас большая разница у нас все представляется в виде каких-то ивентов то есть у нас все построено на как это на используя архитектуру событий а не треды не голые треды и нам нужно это дело все как-то затестировать так я создал очень простой проект на котором мы немного потренируемся каким образом мы можем протестировать и познакомимся с какими-то азами с какими-то азами для того чтобы протестировать наши реактивные приложения и так что я подключила монга на будущее таймлив на будущее нам обязательно в данном ролике понадобится то есть самый реактивный этот в флаг то есть в в в флаг да ламбук я опционально на будущее и здесь нам обычно всегда тянутся некие некие тестируемые сразу по дефолту некие библиотеки с тестированием да но и как видите здесь нам еще потянулась библиотека некая реактор реактор тест то есть это вещь некая некая вещь которая что она сделает поставляет дополнительные фишки для того чтобы тестировать наш наш конкретный реактивную нашу реактивную платформу поскольку она у нас отличается внутри то есть это не голые объекты с помощью которых мы протестировали с помощью вот этой вот библиотечки и так в этом ролике я предлагаю сделать простой вариант простой вариант сразу совместим юнит тестирования из и только сделаем его относительно контроллера относительно который то есть я не буду создавать опять какой-нибудь простой класс где есть какая функция она работает с моно а сразу сделаем это на примере контроллера так для этого для этого давайте я создам папку контроллер контроллер и в ней я создам значит класс контроллер контроллер да окей сделаю с контролером и здесь будет метод значит get mapping он реагирует по корневому пишем public public он у нас будет отдавать стрингу то есть вообще ничего особенного здесь не будет индекс 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 так индекс и здесь мы возвращаем ритерн так ритерн моно джаст то есть оборачиваем нашу стрингу так welcome to the jungle welcome to the jungle оборачиваем нашу стрингу publisher publisher да по сути дела окей вот наш очень простой примитивный контроллер который нам генерирует некую некую строчку теперь давайте создадим тест жмем alt enter возле класса и выбираем наш метод окей как я говорил мы сделаем сперва некое юнит тестирование что когда мы делаем некое юное тестирование что мы сперва делаем мы создаем создаем не создаем некий 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 класс да внутри внутри и и так он контроллер него он контроллер окей вот мы создали объект теперь мы его хотим протестировать мы хотим протестировать вот этот вот метод индекс в этот метод индекс каким образом мы это можем сделать а мы это сделаем протестируем с помощью вот этой вот библиотечки она нам поставляет дополнительные дополнительные возможности пишем степ верифайр степ верифайр то есть это некая степ шаг верифайр типа подтверди то есть некое пошаговое подтверждение окей создаем значит паблишер паблишер какой мы создаем естественно мы пользуемся в нашем home контроллером у которого есть метод индекс который вернет нам паблишер вот мы паблишер и теперь мы вот этот паблишер да который содержит какие-то данные мы хотим протестировать, так, так, соответственно, пишем expect, expect next, expect next, expect next, что мы здесь ожидаем, мы ожидаем строчку, так, строчку, так и пишем, что мы там ожидаем, welcome to the jungle, и поскольку у нас step verifier, да, то есть можно несколько шагов, мы, вот когда несколько шагов эти сделали, я, правда, не знаю, здесь еще, как еще можно expect, expect next, expect much, expect now. Ладно, пока не буду это, давайте сделаем по-простому, expect next, то есть мы ожидаем только строчку, окей, то есть вот несколько шагов мы сделаем, ну, у нас только один шаг, и потом мы пишем verify, verify complex, verify complete. Вуаля, готово. Вот наш очень простой юнит-тестирование, просто, да? Давайте я запускать не буду пока, напишем сразу еще один вариант нашего юнит-тестирования. В принципе, вот наш home controller test, хотя нет, давайте по-другому. Когда мы писали тестирование относительно сервлетов, да, контроллеров, которые у нас жили на сервлетах, то что мы делали? Мы создавали, там у нас специально был некий mock client, mock MVC, да, с помощью которого мы организовали некие-некие запросы к нашему контроллеру. И здесь, в принципе, можно сделать очень-очень похоже. Но здесь нам нужно, значит, воспользоваться, значит, runwith, так, springrun, springrunner, springrunner, класс, и, но мы-то же, подождите, мы работаем здесь на webflux, и вот нам нужна вот такая штука, webflux-text, webflux-text, и какой контроллер мы хотим здесь протестировать? Мы хотим протестировать homecontroller, homecontroller.class, так, ну, давайте уберите, отлично убрали. Вот, вот, webflux-text нам позволит заинжектить, заинжектить прикольную-прикольную-прикольную штуку, как некий mock, некий mock. Значит, пишем autowire, mock MVC, чего-то там мы в прошлый раз писали, когда писали на серверах. А здесь у нас будет private-web-test-client, вот такая штука, которая нам, которая нам позволит сделать некую эмуляцию, некую эмуляцию запросов. Так, давайте, мы тестируем все тот же метод, все тот же метод-индекс. Давайте я здесь напишу version 2. Так, но здесь мы это делать будем на серверах через наш web-test-client. Берем наш web-test-client, метод мы используем get, теперь нам нужно создать uri, uri мы по-корневому реагируем. Дальше, 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 дальше. Мы сделаем accept, то есть то, что мы будем ожидать, то, что мы будем ожидать. А что мы будем ожидать? Мы ожидаем там media-type text-plain. Так, так. Дальше, мы берем наш ответ, exchange. Exchange, это значит, мы хотим как работать как с заголовками, так и с body. Для начала нас интересует статус. Он должен быть у нас окей. Окей. Дальше нас интересует тело. Тело, тело у нас какого типа? Стринга. Пишем string, класс. Мм, string, класс. Окей. Так, подождите, подождите. И вот это тело теперь у нас, чему должно быть равно? То есть, welcome to the jungle. Так, все. Вот такой вариант у нас, скажем так, есть некий вариант юнит-тестирования. Угу, угу, угу. То есть, мы здесь проверяем работу нашего контроллера. Нашего контроллера. Таким вот простым вариантом. Простым вариантом. Давайте запустим. Давайте запустим. Так, надо было все поднять, но ладно. Так, я запустил по новой и запустил оба теста сразу. То есть, я запустил класс, и у меня оба теста прошло. Окей. То есть, это некое-некое-некое наше юнит-тестирование. Но когда мы же тестируем некий-некий контроллер, в принципе, обычно это контроллер наш связан еще с какими-то другими частями программы. То есть, это не обычное юнит-тестирование по-хорошему. Это еще и может быть некое интеграционное тестирование. А раз мы работаем со спринге, то есть, нам нужно, получается, поднять каким-то образом окружения. И, как вы помните, у нас была такая штука. У нас была SpringBunkTest. SpringBunkTest, да? И здесь WebEnvironment. WebEnvironment. Давайте на рандомном порту это подключим. Здесь, как мы видим, есть какое-то подчеркивание, не может связаться, да? И здесь, чтобы сделать настройки, есть такая прикольная штука. Вот. AutoConfigureWebTestClient. AutoConfigureWebTestClient. Ничего, сколько тут аннотаций. Ладно. Вот наш. И тадам! То есть, сейчас, если мы все запустим, в принципе, здесь больше ничего не нужно будет изменить. Все. Поскольку у нас нет никаких других вещей, здесь нет базы данных, вообще нет ничего. Вообще нет ничего. То есть, по сути дела, вот этим вот... Вот этим тест-клиентом мы тестируем вот этот класс. Но сейчас у нас будет подниматься, скажем, некое, ну, все приложение, что ли. Там-то мы, вот здесь мы писали, вот контроль, конкретный контроль поднимали. А здесь мы поднимаем, скажем так, все приложение, что ли. Как-то вот так. Вот так вот. Ладно. То есть, это был, скажем так, некий-некий наш простой вариант. Некий наш простой вариант, каким образом мы можем сделать тестирование. Окей. Изучайте Spring, изучайте реактивный Spring, изучайте тестирование. В следующий раз разберем еще какой-нибудь вариант. See you next time. Субтитры сделал DimaTorzok